Майбах. Немецкое качество. Паркуемся где угодно. Наталья Фальштинская, врач-невролога и мама троих детей, скончалась после удара по Виннице в больнице. 25-я жертва вот этого удара. Зачем? Для кого? Для чего? Знаю одно. Украинцы жестко и очень серьезно мотивированы на борьбу за защиту своей родины. Я смотрю на нищих на московских улицах и не понимаю, кого мы там своих не бросаем, кого мы там собрались деноцифицировать. Мы живем в эпоху и в системе монетарного денежного фашизма. И нас самих надо спасать, друзья мои. Нас надо спасать. Как бравурно и помпезно звучит то, что Сергей Кужегетович Шойгу, министр обороны, генерал армии, проинспектировал группировку войск Запад. И также он строго-настрого наказал сбивать беспилотники украинские, в особенности те, которые перелетают через российскую границу. И знаете, странно на это все смотреть, печально, больно, потому что Сергей Кужегетович, или поройтесь в интернете касательно его настоящего имени, ни дня не служил в вооруженных силах. И сейчас вот он идет и снимают, типа, всякие журналисты, как проходку его, с каким лицом он сидит. А он делает посуровее лицо, посуровее. Он же министр обороны, военачальник. И наказы дает, защищать родину, матушку. Вот такие дела. И знаете, пару месяцев назад кремлевские деятели выступали с объяснением своих действий. И суть их сводилась к тому, что руководство общее, стратегическое руководство осуществляется отсюда, из столицы. А уж все такие тактические решения осуществляются на местах. Ну, то есть, как бы, ну, вы меня поняли. Вот таково видение вооруженных сил у тех, кто это все устроил. Вот. И одновременно с этим взаимодействует и политика. Так Андрей Клишис призвал политиков и бизнесменов высказать отношения к спецоперации. Ну, то есть, за, естественно, высказаться. Попробуй тут против, выскажись. Чемодан, вокзал вон отсюда. Вот. И на фоне того, что Украина, простите, говорит о угрозами о Крымском мосту, говорит о том, что собирается вообще весь Крым это себе обратно вернуть и так далее и тому подобное. Мосты, мосты, мосты. Ракеты, ракеты, ракеты. Сегодня Украина выпустила около 18 ракет системы «Хаймарс» по Антонову мосту. Это мост, который соединяет поселок Антоновка и город Алешки неподалеку от Херсона, в Херсонской, соответственно, области. 12 ракет из 16 или 18 попало. Данные разнятся в СМИ, поэтому я точно не могу сказать. Вот. И неизвестно, способен ли этот мост длиной 1366 метров работать дальше, эксплуатироваться. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мой труд, друзья. Я в этом реально нуждаюсь, но вот тружусь с журналистом, как умею и делюсь с вами анализом происходящих событий. И, знаете, вот можно вообще, можно ли расценивать эту стрельбу по Антоновому мосту как пристрелку? Потому что вот одновременно совпадает заявление Андрея Клишеса со стрельбой по мосту. А мост этот серьезный, повторюсь, 1366 метров в длину, 25 метров в ширину, 30-ти пролетный мост советской постройки. Имеет важнейшее региональное значение, и в случае, если им нельзя будет пользоваться, тогда вот группа войск РФ, которая уже прошла западнее реки Днепр, они могут оказаться, знаете, в своеобразной ловушке. Да, если ВСУ, Вооруженные силы Украины, внезапно, скажем так, предпримут наступление. Вообще, вот эта вот стратегия уничтожения мостов, тактика уничтожения мостов, она предшествует наступлению, чтобы рассекать силы, снабжение сил, которые предстоит преодолеть. Вот, и выглядит это все достаточно печально, дорогие друзья. Мосты, мосты и ракеты. Вот, что ж, знаете, и с оружием, очевидно, происходят всякие мутные ситуации, проблемы истории, несмотря на мачизм и крики о том, что все делается как бы нам на пользу. Даже уже среднестатистический обыватель начинает догонять, что что-то где-то происходит немножко не так, и это не в интересах России происходит-то на самом деле, да, мягко говоря. Не будем уже говорить о миллионах беженцев с Украины. Вот, норвежский телеканал НРК рассказал о том, как украинцам приходится стоять в долгие очереди за бесплатной едой беднягам-беженцам, а как украинкам приходится заниматься проституцией. Вот, миллионы беженцев, мир на пороге голода. На самом деле об этом кричит ООН. И одновременно с этим тихо, скромно проходит новость о том, что самую большую атомную подводную лодку в мире на сегодняшний день Дмитрий Донской тихо списывают в утиль. Вот так вот, вот так вот. Ну как, укрепили обороноспособность? Кто там что дискредитирует? И вот, представьте себе, поехал, я буду называть это правитель, потому что ЛДПР попросила, предложила называть правителем. И вот я буду говорить, вот этот вот верховный правитель РФ поехал в Тегеран, где дружище Эрдоган в Тегеране заставил правителя ждать. Правитель стоял, переминаясь с ножки на ножку на своих паниходах, очевидно, без своей вот этой вот белой фаянсовой поилки, в которой у него этот чай из алтайских трав, который его очень бодрит. Так вот, без этой поилки он себя не очень хорошо чувствовал, стоял, переминался с ноги на ногу, а Эрдоган показательно устроил такое унижение. Так вот, знаете, я вновь и вновь задаюсь вопросом, в чьих интересах действует правитель РФ, правда, в чьих интересах. Почему? Потому что, смотрите, вот Юрий Ушаков, помощник правителя, говорит, что речь не шла о беспилотниках Ирана. Значит, речь стопудово шла о беспилотниках Ирана. Значит, у РФ оказалось все не так гладко с оружием, и понятен вид, несколько потухший Сергея Кужугетовича Шойгу, вот, и все такое прочее. Но беспилотники Иран не дал. Беспилотники это, на самом деле, главное оружие Ирана, который уже говорит о способности своем создать атомную бомбу, потому что у него есть свой титан и так далее, и тому подобное. Вот, и Иран главный геополитический соперник Израиля, государства Израиля, именно так. И беспилотники Ирана уже влетали на территорию Израиля Шахет-171, ну, Шахид, в 2018 году, в феврале. И его не смогли сбить патриоты на вооружении Израиля, американские системы ЗРК. Вот, не смогли. И он полетал и улетел. Вот, а сейчас у них на вооружении Шахет-191, которые способны выполнять атаку роем. 500 килограммов боевой нагрузки, 750 километров дальность, вполне себе, вполне себе. И знаете, что касательно беспилотников, меня поражает, как это, вот, Владимир, простите, пожалуйста, правитель РФ продолжает общаться с Раджепом Таипичем Эрдоганом, после того, как тот подложил ему такую свинью, поставив кучу байрактаров в Украине. Вот, забавная история получается. А знаете, на самом деле, вот, кому будет полезен визит верховного правителя РФ в Тегеран? Вы знаете разницу между словами намаз и салят? Намаз – это ежедневная пятиразовая молитва мусульманина, но слово это имеет персидское происхождение, фарси, совершенно верно. Потому что салят – это арабский термин, и это отражение мощной многовековой борьбы между персами и арабами, между шиитами и суннитами. Так вот, Иран придерживается шиитизма и мамизма. Это джафаритский масхаб. Вот. И, знаете, они держатся своего. У них очень большие разногласия с Турцией. В Азербайджане очень серьезные вопросы, потому что там значительная часть населения шииты, часть сунниты. И, в общем, это разногласия в исламском мире. Так вот, Владимир Владимирович, простите, не буду выражаться, своим присутствием фактически помогает сгладить этот многовековой межисламский спор. Так что Аяталах Аминьи, верховный духовный лидер Ирана, и Раджеп Таипа Чердаган смогли таки поприветствовать друг друга. Вот. Что ж, дорогие друзья, не знаю, кто в чьих интересах, а я, безусловно, продолжаю свою маленькую видеодеятельность исключительно в наших с вами интересах, в интересах нашей с вами умирающей родины. Друзья, еще раз подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, описание видео подскажет, как поддержать мой труд, я в этом нуждаюсь. И также там ссылки на два телеграм-канала, подпишитесь на оба, узнаете больше о фаянсовой поилке верховного правителя. Вот. И, дорогие друзья, да, жить непросто, но необходимо. Живите и улыбайтесь.